ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, не на кухне. Подожди. Хлебушек же тут должен быть. Ага, я тебя увидел. До свидания. Угу. Это что? Папа-ра-па-па-па. Непонятно. Опять непонятно. Оказывается, тогда, когда он сбежал, не договорился с нами, то нужно его снова найти и договорить. У нас уже новый призрак появился. На третьем этаже. Ну, пока давай закончим с доктором. Вот. Тут теперь можно ходить. Была тьма. Опа. Бери, бери. Давай бегать с пистолетом. Как неохота по лицу получать от него. О, я слышу, он прям бежит. Он прям идет в нашу сторону. Так, сейчас, значит, очень максимально быстро выходим из комнаты. Будем думать, что нам повезло. Вот он, он вышел из комнаты. Он там был. Ну ты нахера это сделал? У меня чуть сердце не выпало. Ты зачем так крутишься? Перестань вертеться. Иди вперед. Он в той стороне. Я слышу правым ухом, что он как раз там же находится. Но это очень близко. Это хорошо, когда все очень близко. К лифту. Ааа, бери. Жди, ты видел? Он справа. Он справа был. Я думал, если он за углом, то все, пиши, пропало. Сразу битый в лоб. Нет, это походу все, он нас сейчас найдет. А почему ты не появлялся все это время? Я чуть не получил, я погибал в коридоре. Утречка. Ты на канале Ganteng Games, где мы с тобой играем в разные игры. Продолжаем. Адетт оф Найт. Остановились на том, что нам нужно дальше разбираться с доктором. И нужно идти на первый этаж, чтобы узнать, что же с ним все-таки случилось. Начнем. Так, все, пойдем. Я что-то слышу. Это что-то неприятное. Хотя мне может уже чудиться, а только начал играть. А нам нужно срочно вниз. По-хорошему можно запомнить структуру отеля. Я помню, что когда-то давно видел такие карты, что понятно. Ох, бля, как страшно-то. Да, я пока буду молчать. Так, если что, ты не бойся. Будь посмелее, чем я. Так, все. На G, на G. Пошли. А-а-а. Не подходи, не подходи. Мы успели. Все отлично. Ой, ну вот сейчас хорошо прошли. Но было жутко. Что вот он... Такая тишина абсолютная. Как будто нас точно поджидал. Что-то стучит, кто-то стучит. Идем. Вот это нам видение показывали в последний раз. А звук, походу, там. Или нет. Сюда показываешь. Ага, сюда. Не напугал. Нам нужно, чтобы вы подошли к ресепшену. Вы можете открыть дверь, пожалуйста. Да, открой дверь, пожалуйста. А тут прикольно. Зачем сюда вперед идти, я не могу понять. Тут даже нельзя. Так, давай будем говорить с тобой. Да, и понабрал много чего, а с ним об этом не поговорил. Надо будет сейчас все у него поспрашивать, все, что мы нашли новое. Это доктор Боуз? Да, я доктор Боуз. Супер. Доктор Боуз. Я видел о вас расстроенного и слышал, как полиция стучала в дверь. Что там происходило? Роуз сообщил обо мне. Я знал, что они меня заберут. В тот момент я понял, что у меня нет ни карьеры, ни будущего. Я решил взять все под свой контроль раз и навсегда. Так, что мы... Ой, зачем нужно держать выключить? Случайно нажал. Я не знаю. Ну и слава богу. Блин, где предметы? А, вот они. Так. Доктор не дает... А, все, вот это мы не спрашивали. Кто такой Хьюго Панч? I don't know. Окей. Откуда этот арбалет? Раньше в отеле проходила выставка старинного оружия. Угу. Кому принадлежит этот пистолет? Он принадлежал Харви. Мне не нравилось, что он находится в отеле. Харви или пистолет? Кому принадлежит кинжал? Наверное, он для открытия писем. Я не знаю. Что за пожар в отеле? Я никогда об этом не слышал. А фотографии говорят об обратном. Для чего были нужны эти крикетные бейсбольные биты? Они принадлежали Харви. Не знаю зачем. Наверное, для игры в бейсбол и крикет. Как тебе такое? А-а-а. Так, он сказал, что должен взять в свои руки. Наверное, это касается... Пистолета. Что-то серьезное, наверное. Когда вы сказали, что решили взять контроль над всем раз и навсегда, связано ли это с тем, что вы сказали о пистолете? Возможно. Какой загадочный. И что? Нет? Нет? Я не угадал? А в чем прикол? А, ну это пистолет Харви. Это ж не его пистолет. Вот это мы вроде использовали, нет? Давай это попробуем использовать. Когда вы сказали, что решили взять контроль над всем раз и навсегда. Это как-то связано со скалкой, к которой привязана леска. Я экспериментировал с леской для стирки, но она оказалась слишком тонкой. Вместо этого я нашел веревку. У меня все еще были ключи от отеля, поэтому я пробрался туда однажды ночью, пока был выпущен под залог. Так, это что? Это что? Два человека на ЛГ? Это еще ниже. Хорошо. То есть, ну я не понимаю. Если это Джимми понастроил вот этих всякую ерунду понаделал. которую то есть, вырезки-то не настоящие. Почему полиция должна была его сразу забрать? То есть, они бы его приняли. Он бы все объяснил. Ну, возможно, да. Он же там полномочия превысил. Он начал его пичкать этими уколами. Вот этим всем. Они его также могут обследовать. Сказать то, что доктор, вы дурачок. Сюда нам? Тут шумно. Так, готовься. На каждом развороте может быть призрак. Так, сюда. Во, откроем? Не открывается. Ну, вот. Компас крутится, вертит. Значит, ага, вот он доктор. Мне кажется, что как раз из-за вот этого прикола второй лифт и поломался. Так, ну это точно надо с ним здесь разговаривать. Это доктор Боус? Очень, очень громкий звук. Я доктор Боус. Я видела, как вы затягивали петлю на вашей шее. Вы себя убили. Почему? Я думаю, с прошлого было понятно. С меня было достаточно. Обратного пути не было. Моя жизнь все равно была кончена. Так, это что? Нам уже на третий этаж пора идти? Что, доктор уснул? Хорошо. Это что? Это сцена. Это сцена. Она на цокальном этаже должна быть? Если я все правильно понимаю. Так, доктор Боус завершен. Хорошо. Пойдем на цокольный тогда. А вот по третьему этажу вообще бегать не хочется. Но придется. Мы-то там были только один раз и то из-за девочки. и то к краюшкам-то прямо у лифта пробежали. Вот концертный зал какой-то. Тут красиво. О! Кто-то моргает. Ой, кто-то ходит. Тут же никого не будет. Значит, мои шаги были. А вперед можно пройти? О-па. Интересно. Типа, великий Хьюго. А можно у меня перевод? Я только услышал слово тьма. У меня все очень плохо с английским языком. Мне нужен перевод. Если ты понял, о чем он говорил, то можешь в комментариях мне написать. Я хоть прочитаю. А что это было? Солю на нас посыпал какой-то. Вы записали? Что-то записали. Что нам это дало? О, попробуй открыть дверь. А что там интересного? Непонятно. Ой. Не-не, ты что, не кричи. Тут хотя бы можно заораться, он не придет. Так, третий этаж. Как не прискорбно это признавать. Но пора туда идти. Так, третий. Ну, у меня уже на листочке все подготовлено. Все номера... Все номера номеров у меня записаны. Так, теперь надо молчать. У меня есть ключ. Вот, дверь, третий этаж. Просто нам это пригодится. Давай походим по третьему этажу. Ух, как тут сквозит сильно. Ну, давай смотреть, что у нас тут есть. пусто. Можно было не заходить. Можно это заранее как-то выяснять? Бля, зачем? Бля, зачем? Ой, что-то, что-то слышу. Что-то кто-то идет. Все. Мне стало не по себе. Мне показалось, что кто-то шел. Уж как-то на третьем этаже гнетущая атмосфера чересчур. Но никого нет. Я просто решил, что лучше заглядывать в скважину. Может, сейчас его не будет? Он даст там походить по этажу. А тут точно светло. Ой. О, так. Так, это 303 сидит. Хорошо. 303 сидит. И что, это 305 сидит? Не понял. Закрыто. Я уже думаю, тут тоже закрыто. 303 сидит. 305 закрыт. Мы в каком? В 306. Что у нас тут есть? Разбитые настенные зеркала. 306. Угу. Вот я ой, блядь, твою мать, напугал, мразь. Тебе там не было. Я думал, обойдется, что мы не получим все-таки по лицу. Котина. Думал, что пройдем без... Сучка, без задоринки. Ой, блядь, 301-й мы были. Ну, пока все равно я пропустить не могу. 302-й. Там темно, вроде бы. 304-й. Темно, вроде бы. Какой-то там ерунду какую-то говоришь. Разозлил меня, падла. О каком? Что это за комната? Говори мне быстрей. Слишком темно впереди. А, нам теперь еще устройство в кладовке искать. Ну, уже все, уже не страшно. Уже отхватили раз. Что нам терять? 202-й. Так, 212-я вроде нам нужна. Там есть и компас, и зеркало. А, подожди, у нас компас зеркало есть, нам их не нужно искать. А зачем они так разбросаны тогда везде? Я думал, что он заберет все. А он забирает только устройство. Ну, пошли вниз. Что-то ты слышал его? Я что-то вообще никого не слышал. Было тихо. Радио? Да, это радио разговаривает. А зачем это радио говорит? Ну, бери. Я его не слышу так, если будет радио говорить-то громко. Вот сейчас красиво мы под музыку повернулись. Не хочу я это радио слушать. Мы не для того сюда пришли. Нам нужно выход быстрее найти. Ну, поехали. Ну, че уже? Че терять? Обидно. Просто обидно. Так аккуратно шли. Ни ты, ни я не подозревали, что так произойдет. Так, а там мы не все прошли. Там мы не все прошли. Мы не были в 37-й. вот что это? Пошли. Да, будем вот так просматривать, чтобы не терять время. Компас. Ага, ничего. Мы нашли записанную от руки записку со словами прощай. Так, если он тут такой дикий и прям его не слышно, давай посмотрим в глазок теперь каждый раз. Было тихо. Обычно мы слышали скрип или он говорил что-то. А тут он молча просто ходит. Я не слышал. Это сука, он это выдумал, я говорю тебе, он лгал обо всем. Наверное, солгал и обо всем другом. Не, не си чушь, он бы не стал лгать о таком. Ты уверена в этом? Он лжет обо всем, открой свои чертовы глаза, Роуз. Да, верно, теперь уходи. Я не слушаю, Харви, ты на него просто наговариваешь. Это правда. Харви. Напугал тоже. Просто там, если мы посмотрели не вправо, когда там Джимми стоял в коридор, если мы посмотрели влево, он бы провернул вот сейчас покажу вот так вот в другую комнату нас сразу, то есть мы бы спиной к Джимми стали возможно, он бы нас не ударил. Но смысл, другая комната закрыта, и мы его не слышали, поэтому это бессмысленно. Ладно, поговорим. Кто-то здесь есть? Здравствуйте. Как вас зовут? Харви. Я владел этим местом. Я видела, как мужчина говорил, что Джимми лгал по поводу надругательства. Кто это был? Это был я. Джимми обвинял доктора. Росс поверила ему, но где-то я уже слышал эту историю раньше. Давай у тебя поспрашиваем все наблюдения, которые у нас были до этого. Я видела в подвале плачущую девочку. Кем она была? То есть нам больше раскроется история. Она жила в отеле со своей семьей, которая терпами где пропадала, когда девочка бухала и летела с лестницы. Я видела, как маленькая девочка кричала Джимми, чтобы он вернул ей игрушку. Почему он отобрал у нее игрушку? Кто знает? Он наверное подумал, что это весело. Я видела, как маленькая девочка Эми держала горящую игрушку. Что случилось? она обожглась, очень сильно обожглась. Я видела Эми снаружи комнаты. Она была чем-то напугана, что ее напугало. Вероятно, она боялась Джимми. Я видела, как Эми что-то пила. И похоже, вкус ей не нравился. Что это было? Я не знаю. Я видела девочку наверху лестницы, на перилах. Что она делала? Она выпила бутылку виски. Она не понимала, что делает. А говоришь, не знаешь, что напьют. Я видела Эми лежащую внизу лестницы. Что с случилось? Она упала с верхнего этажа вниз. Я знал, что за этим стоит Джимми. Я видела, как мужчина стучал в дверь и говорил Джимми, что пришел помочь. Кто это был? Типа такая, а я не знаю, да, кто это? Это был доктор Боутс. Он должен был помочь Джимми, но Джимми было уже не помочь. Зато честно. Я видела, как доктор Боутс разошло. Джимми сказал, что где-то его нашел. То, что он сделал ему совсем другая история. Я видела, как доктор Боутс разговаривал с Джимми рядом с кухней. Что он делал? Разговаривал с Джимми рядом с кухней. Врач пытался обучить Джимми помочь ему. Это была большая ошибка. Я видела, как доктор Боутс плюется кровью. Что случилось? Он узнал Джимми на собственном горьком опыте. Салости Джимми всегда заходили слишком далеко. Я видела, как доктор Боутс держа шприц говорил с Джимми. Что он делал? Не знаю, меня там не было. Я видела, как доктор Боутс пытался объяснить, что случилось с Джимми. Казалось, что он был в отчаянии. Он беспокоился о том, что еще Джимми может выдумать насчет него. Я видела, как доктор Боутс сидел на кровати и говорил с Джимми. Что он делал? Я не знаю. Я видела расстроенного доктора Боутса, полиция сучала к нему в дверь. Что там происходило? Вот это он может знать. Его собирались арестовать. Джимми испортил его жизнь, но я не верил в истории Джимми. Я видела, как доктор Боутс дотягивал петлю из веревки вокруг своей шеи. Он убил себя. Почему? Потому что его довели. Все думали, что он трогал Джимми. А, вот в чем дело. Джимми, знаете ли, был слишком умен. У доктора не было ни единого шанса. Бедная душа. Ну тут теперь логично, если так, эту ситуацию перевернуть. Я видела кого-то на сцене. Человек, объявивший себя великим Хьюго. Я его никогда не знал. А я даже видел афишу. А, это мы уже спрашивали. О, нет, что это? Не надо нам еще надо про предметы спросить. Я нашел трофеи. Кому они принадлежат? Я не знаю. Я видела бутылку рожек и зажигалку. Для чего они нужны? Это были мои вещи, но я не хранил их вместе. Кому принадлежит меч? У нас проходила выставка средневекового оружия. Джимми украл его. Я видела какие-то чемоданы в сундуке. Кому они принадлежат? Роуз, но она их никогда не использовала. почему в одном из ящиков лежит окровавленная ткань? Я не знаю, но возможно она как-то связана с доктором. Зачем тут эта бутылка с диазепамом? Вероятно, доктор оставил его. Откуда взялась эта деревянная колотушка? Она всегда лежала под стойкой на регистрации. Не знаю, откуда она взялась. кто нарисовал эти ужасные рисунки? А вы как думаете? Джимми? У маленького Джимми было просто неистовое воображение. Кому принадлежала эта шляпа шеф-повара? Шеф! Кто еще носит шляпу шеф-повара? Слышь, ты че? Дикий какой. Кому принадлежат детский кошелек? Принадлежал детский кошелек. Это был кошелек той девочки, бедняжки. Я видела коллекцию бутылок виски в одной из комнат. Не помню, но в том, чтобы немного выпить, нет ничего плохого. Почему к скалке была привязана леска? Я не знаю. Я видела альбом для вырезок. Кто сделал его? Джимми. Раньше он вырезал статьи из новостей о жестоких учителях и врача. Он был ненормальным ребенком. Что за старый обогреватель с пометкой опасно? Он мог ударить током. Я оставил его, чтобы полиция могла его проверить. Полиция? Кто такой Хьюго Панч? Я не знаю, но это мы уже поняли. Зачем нужны державые ключи? Они были для двери от старой котельной. Откуда этот арбалет? Он был с оружейной выставки, которая у нас проходила. Джимми, он нравился. Кому принадлежит этот пистолет? Он был моим. Принадлежал моему отцу. В нем все еще было несколько патронов. Серьезно? И сейчас есть? А в чем мы его с собой таскаем просто так? Кому принадлежит кинжал? Это не кинжал, это открывалка для писем. Ну, я же говорил, она не должна быть острой. Что за пожар в отеле? Да, был пожар, нам удалось сдержать огонь, но многое сгорело. Может, у вас поэтому такие стены обшарпанные? Для чего были нужны эти крикетные и бейсбольные биты? Я оставил их на случай, они мне понадобятся. Кто разбил эти зеркала? Я этого не помню. Кто написал эту прощальную записку? Я не знаю. Так, и что у нас есть? Все. Обвинил доктора, Рус ему поверил, но где-то я уже слышала эту историю раньше. Не понял. Наверное, вот эти вырезки. Ту историю раньше он где-то слышал. Когда вы сказали, что уже слышали эту историю раньше, имеет ли это какую-то связь с альбомом для вырезок? Все было прямо как там. Как только я нашел этот альбом, я понял, откуда Джимми все это брал. Все было так же, вплоть до каждой детали. Угу. третий этаж и он смотрит в глазок. нам дальше надо ходить. Но в целом хорошо, что мы пошли просто проверить комнату, а тут наткнулись сразу на призрака. кто-то ходит или кто-то стучит. Это не было похоже. Это стук. Джимми ходит, он не стучит. Возможно это Харви. Куда-сюда? Сюда? Сука. Да чтоб тебя вот если мы увидим нужно бежать я просто о пропустить пропускай 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 я просто что думал мы на третьем этаже но нам нет смысла искать призрака я просто думал что тут сейчас мы успеем нажать на лифт но так как он в этой комнате это без варианта он нас просто развернул я ничего не успел сделать ну радует что первые два этажа прошли без ударов по лицу а на третьем что-то без этого не обходится каждое посещение отхватываем почему тут играет теперь все время радио мы же тогда не услышим что здесь Джимми ходит давай быстрее бери 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 супер все пошли на третий этаж падла блять что ж такое тут как-то спокойно тут вот так все ярко все хорошо а там темно во-первых там и видно его плохо я надеюсь что ты его видел у лифта он прям очень в темноте был то есть я даже опешил я не понял что нужно конкретно сделать меня аж парализовало от этого ну пошли дальше о тут такая короткая 308 что тут третий этаж вообще очень маленький оказывается кладпись кладовка ладно уж я не читаю нормально тут ничего слушаем его здравствуйте джимми я знаю ты слышишь меня я знаю что ты выдумал свою маленькую историю про психиатра я знаю откуда ты это взял я знал что читал об этом раньше в твоих чертовых вырезках из газет выходи сюда он тебя отшлепает джимми неси колотушку мужик ушел так а мы с ним тут можем поговорить или нам нужно выходить в коридор для этого это Харви блин надо выходить я слышал стук какой-то вот вот да вот он ходит хер я буду выходить теперь когда такие дела не дождешься нам по хорошему еще вот в таком то бы зайти последнюю то есть вот этаж если те этажи были 320 ну то есть там 23 номера было тут их всего 9 ну тихо вот ты его слышал я не слышу я сейчас отхватим пошел он в жопу тогда нету никого ну давай поговорим пока это Харви? в смысле? тут с тобой разговаривать это Харви? может мы еще в холл вообще выйдем я видела вас вы кричали на Джиме говорили ему признаться во лжи он признался? конечно он этого не сделал он просто засмеялся затем он начал устанавливать маленькие ловушки против меня некоторые из них были не такими уж и маленькими вот ты что-то говорил про полицию про 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 вот этот обогреватель может это дело в нем когда вы сказали что Джимми начал устанавливать ловушки чтобы навредить вам связано ли это со старым обогревателем с пометкой опасно Джимми всегда играл с электричеством забавно что его никогда не ударяло током да потому что он электрик по натуре так это что теперь первый этаж это там где радио походу я бы охерел если он сейчас за нами стоял 309 ну вот последняя комната он там где-то ходит ну и бог с ним ой что это мы взяли я думал тут ничего не будет катушка провода катушка провода кольцо коробочки хорошо ну тут тут очень вот хорошо маленький такой кусок прям очень маленький то есть нам он тут ходит а у нас есть ключи вообще на третьем этаже что мы можем закрыть у нас ни одного ключа ты чё падла он сейчас испугает смотри чё появится я предупреждал а я думаю что с ключами почему их так мало а это скотина забрала все ключи кладовка кладовка хера с ними делать так то есть все ключи которые мы собрали до третьего этажа мы потеряли там когда он нас шлепнул в коридоре а потом те которые мы собрали еще уже на третьем этаже в паре комнат он забрал у нас то есть окончательно вообще все ну хоть предметы оставляет хотя бы эта игра затянулась бы надолго но он вроде далеко но теперь беда в том что его не закрыть пошли ты еще и закрываешь двери ты чё скотина делаешь я на кой хер их все открывал я для себя это делал не для тебя ну вот теперь мне не нравится я думал что у нас хотя бы там запасные какие-то ходы были а тут теперь а тут теперь где где там это где сюда да да нет да нет не сюда а куда нам показывают туалет опять походу дальше надо идти так где ты стучишь вот здесь опа шандарах ну так шандарахнула джемми у жуть какая пошли опа а тут темно и он тут ходит и начал разговаривать а там сука молчит это харви да это харви я видела как вас ударило током что случилось он знал что это мой обогреватель он подключил его корпус к электросети почти убил меня он сделал это намеренно но rose в это не верила я знал что ему нужно преподать урок он нанес ущерб моему имуществу я нанес ущерб его я так понимаю что это биты ты если про зеркала ты ничего не знаешь потому что битами ему все расхерачил когда вы сказали что решили нанести ущерб его имуществу имеет ли это связь с крикетными и больными битами я оставил эти биты для самообороны но я был зол я взял одну и пошел в комнату джимми ух надо было не в комнату разбивать а джимми поебал давать как он сейчас всем дает очень ненормально ума и уже по-любому порозу порозу пары зубов нет второй этаж нам нужен я предлагаю нам это сейчас сделать до второго этажа дайте найти харви и серию закончить он что-то песни какие-то поет а это не тихо ой я испугался что это не я сейчас повернул а он меня повернул так от них это не джимми поет песни это радио поет и как теперь ходить там радио теперь отвлекает вы первый этаж решили сложнее сделать а куда-то сюда туда так как громко ой тоже так захотел выгнуться как он хорошо стало но мы сейчас очень хорошо в принципе идем по призракам единственное обидно что он закрыл лестницу и ключи отобрал все о так подожди зеркало тут ничего нет о 104 ну хоть что-то а мы в 223 он еще теперь и раскидал ключи то есть на все ключи лежали адекватно ключ от этого номера все нормально а тут теперь абы какие ключи абы где лежат она привет я слышу вас это харви да это харви я видела вас сбитой вы выходили из комнаты что вы сделали я разбил его телевизор и игровые приставки я был зол но это не сработало все стало только хуже скоро времени он меня отомстил там вроде было зол и как же он тебе мог отомстить как он тебе мог отомстить арбалет но все настолько плохо когда вы сказали что вскоре джимми отомстил это как-то связано с тем что вы сказали об арбалете джимми любил подобное оружие я не видел его всю ночь после того как сломал его вещи я должен был догадаться что он работал над своим следующим маленьким трюком так это что это что это второй этаж а вот это походу там вот это арбалет походу стоит а это что-то летит стрела видимо на втором этаже собственно где мы сейчас и ходим сегодня была насыщенная серия получений по лицу поэтому можем сейчас на этом закончить подписывайся на канал оставляй лайк и комментарий делись этим видео с друзьями всего а